Больше 4 тысяч барнаульцев расселили из аварийного жилья за последние годы. Это позволило обеспечить горожан более комфортными квартирами. О том, как и за счет чего реализуются программы переселения граждан в краевой столице, какие изношенные здания планируют снести в ближайшее время и сколько денег на это выделено, нам расскажет заместитель председателя, главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Виталий Ростов. Виталий, здравствуйте. Добрый день. Аварийное жилье, на ваш взгляд, много ли его еще в целом в Барнауле? Сейчас на данный момент признана аварийна 146 квартирных домов после 1 января 2017 года. Всего 146. А вот до 2017 года, например, это сколько было для сравнения? Ну, больше около 200. То есть осталось меньше? Осталось меньше, но проходят межведомственные комиссии, поступают обращения от горожан и поступают также экспертизы о том, что дома аварийны, техническое состояние домов аварийны, на комиссии принимаются, то есть дома добавляются. Вот если говорить про темпы, темпы сноса порядком изношенного жилья, как вы оцениваете эти темпы? Что касаемо сноса, на данный момент мы снесли более 300 уже многоквартирных домов, которые признаны аварийной подлежащему сносу. Что касаемо по годам, допустим, в 2022 году мы снесли 51 многоквартирный дом, разработали 98 проектов на снос и еще многоквартирных домов, которые признаны аварийными, подлежащими сносу. В 2023 году снесли чуть больше 90 многоквартирных домов и разработали еще 55 ПСД, так скажем, проектов. И в 2024 году на данный момент уже 26 многоквартирных домов снесено, 21 проектно-сметная документация разработана, на сегодняшний день 9 домов под сносом, то есть в процессе сноса. То есть процесс не останавливается. А что касается переселения горожан из аварийного жилья, что можете сказать? Как эти работы двигаются? Что касаемо переселения, то мы с начала реализации этой программы за счет федеральных, краевых и местного бюджета порядка 7 миллиардов рублей расселили, вот, как вы говорили, порядка 4 тысяч человек. Все, что касаемо сейчас, на данный момент, в 2024 году уже расселено 413 человек из 160 помещений. То есть этот процесс не останавливается, но, как мы знаем, пока федеральной программы нет, это все за счет, практически все за счет местного бюджета. Вот, кстати, сумму можете озвучить? И вся эта сумма – это краевой бюджет, муниципальный бюджет. Сумму какую? Которая была потрачена на расселение, на снос. В целом, в рамках реализации вот этой программы. Двух программ. Двух программ. Было потрачено, сейчас скажу, 4 миллиарда рублей было потрачено из федерального бюджета. 1,3 миллиарда рублей из бюджета города и остаток из краевого бюджета. А расскажите, пожалуйста, про планы. Вот в ближайшее время где будут сносить аварийное жилье? На данный момент заключены контракты с подрядными организациями на снос четырех многоквартирных домов, но пока мы не можем приступить к реализации, потому что они переселены. То есть там одна-две квартиры остались еще. Но контракты заключены. Как только расселятся, сразу же приступим к сносу. Дальше. По десяти домам мы разрабатываем проектно-сметную документацию, то есть в процессе подрядной организации определены, и по десяти еще мы подготавливаем. То есть мы знаем, что одна-две квартиры остались, и мы подготавливаем документы. Уже разработаны поезды, и мы подготавливаем документы для сноса в ближайшее время. То есть я думаю, что конец может быть этого года определится подрядчик, либо начало следующего года. Это все дома на потоке? Не обязательно. На потоке мы большую часть снесли в 2023 году. Конечно, в 2024 году тоже, но это и центр города, точечно, так скажем. А сколько горожан планируют отметить новоселье в этих домах? О каком численности идет речь? Это очень тонкий вопрос, потому что в одной квартире может быть один человек, либо там девять человек жить. Поэтому, ну, наверное, к этому вопросу я мог бы ответить чуть позже, к концу года. Сейчас невозможно посчитать такое количество. Ну и все будет зависеть от того, когда последние жильцы покинут жилье. Все верно. А вот что касается аварийных домов, которые уже расселили, но они стоят, их еще не сносят. Как осуществляется охрана таких зданий? На все дома, которые расселены частично, у нас заключен договор с охранным предприятием. Она периодически проезжает данные многоквартирные дома. В случае выявления подозрительных лиц задерживают и передает полиции для дальнейших разбирательств. Таких инцидентов, ну, к сожалению, ну, немного, но они есть. Поэтому мы отслеживаем это обязательно. Также нам администрация районов, естественно, помогает, которые ближе к этому. И они нас информируют, какие дома необходимо включить под охрану. И включаем договор. И охранное предприятие начинает свою работу по этим домам. Также у нас, добавлю еще, также у нас установлены на некоторых объектах посты охраны стационарной. Ну, по-русски сказать, будки стоят. О, даже так. Да. Непосредственной близости, да, все это происходит? Рядом с домом. Просто периодически такие дома, они же горят, их поджигают специально. То есть, если человек идет и увидел пожар, он может спокойно позвонить в полицию и не отреагирует? Вот для того, чтобы исключить данные случаи, мы заключаем договора на охрану. Их, дай бог, мало. При реализации программы переселения граждан мы понимаем, что не все проходит гладко. Вот с чем чаще всего приходится сталкиваться? Какие проблемы встают на пути? Одна из проблем – это денежное возмещение. Нередко случается случай, что жители не согласны с денежным возмещением за изымаемое их помещение в аварийном доме. Данный вопрос решается в судебном порядке. Есть еще вторая проблема – это у нас муниципальные помещения. Ну, как сказать, проблема частично. Люди иногда не согласны с муниципальной квартирой из аварийного дома переезжать в благоустроенное муниципальное помещение. Одна из проблем, наверное, главная эта проблема, что не согласны с местным расположением. То есть, они жили на потоке, предоставляются где-то в другом месте, хотят также на потоке. Но здесь в законодательстве не определены границы. Определены границы город Барнаул. Поэтому, где приобретается, где есть муниципальное помещение, оно либо приобретается, либо ремонтируется и предоставляется жителям муниципальных квартир, нанимателям. Если не согласны, ну, также все это решается в судебном порядке. То есть, это речь как раз про маневренный фонд? Нет, это речь про муниципальные квартиры. То есть, в многоквартирном доме в аварийном есть частные квартиры, есть муниципальные. Частные квартиры, мы выплачиваем денежные средства, они выходят в суд, если они не согласны, граждане не согласны с возмещением, с ценой оценки. И там уже потом судебная экспертиза, судебная оценка происходит. И есть муниципальные помещения, где жителям предоставляется другое муниципальное благоустроенное помещение в черте города Барнаулу. А что касается судов, это насколько растягивается процесс? Есть по несколько лет. Несколько лет? Да. Но оно того стоит? Ну, знаете, как из практики есть. Кто-то выигрывает больше из дома, кто-то нет. Бывает, что наша экспертиза больше, чем судебная экспертиза. Но судебная экспертиза последняя, поэтому выплачивается по судебной экспертизе. А если люди наотрез отказываются выселяться из аварийного жилья, то какие действия приходится предпринимать и нужно предпринимать? Ну, оценочная кампания, так скажем, проходит. Потом в суд обращаемся о принудительном выселении и также о перечислении денежных средств, нотариальные органы и так дальше. Ну, а потом уже судебные приставы выселяются с помощью судебных приставов. Потому что, я повторюсь, дома признаны аварийной не просто так. Потому что есть износ строительных конструкций, это такие как крыша, перекрытия, полы, да и все. Нельзя там находиться. Долгое время. Поэтому они признаны аварийной и начинается процесс переселения. Принудительное выселение, это все-таки редкие случаи? Редкие случаи. В основном, в большинстве случаев жители соглашаются на выкупную стоимость, она не маленькая. У вас сейчас есть возможность обраститься к таким отчаянно борющимся жителям, которые не хотят покидать аварийное жилье? Вот подчеркните, пожалуйста, почему все-таки нужно вовремя покинуть небезопасное здание? Многоквартирный дом, который признан аварийным, немножко повторюсь, признан аварийным подлежащим сносу строительной конструкции, они признаны уже аварийно. И признаны аварийно не нами, не комитетом, а экспертной организацией. И в большинстве случаев эту экспертную организацию привлекают сами жители. Они видят техническое состояние дома аварийной, уже на их взгляд, привлекают экспертную организацию. Она обследует дом и выдает заключение, что дом необходимо признать аварийным. Потом комиссия городская признает этот дом аварийным и начинается процесс переселения. Здесь также есть меры поддержки для тех граждан, которые проживают. Первое – это маневренный фонд. Можно переселиться в маневренный фонд и дождаться либо своей выплаты, либо, так скажем, просудиться с нами. Второе – это мы можем предоставить съем квартиры. Ну, то есть жители сами выбирают квартиру, снимают ее. И за счет местного бюджета выплачивается 95% от съема жилья. 5% только выплачивает собственник. Но скажу, что это однокомнатная квартира – 14 тысяч рублей, двухкомнатная – 17 тысяч 200 рублей, трехкомнатная квартира – 22 тысячи 800 рублей. Как-то так. А, кстати, вы могли бы обратиться к жильцам нормальных домов, не признанных аварийными. На что нужно обращать внимание? Какие действия нужно предпринять им, чтобы здание дольше не приходило в аварийное состояние? Активнее работать с управляющей компанией? Самое главное – жители должны понимать, что многоквартирный дом, в многоквартирном доме они нанимают сами свою управляющую компанию. И должны следить за этой управляющей компанией. Все зависит, точнее не все, очень многое зависит от содержания дома. Есть и дома, которые 50-х годов постройки, они в хорошем состоянии, потому что жители любят свой дом, потому что жители нашли управляющую компанию, нашли подход к управляющей компании и содержат свой дом. Но мы должны прекрасно понимать, что за счет текущего содержания, которое было 10 лет назад, невозможно сейчас содержать дом. Цены выросли, поэтому и необходимо прорабатывать вопрос и по поднятию тарифа с управляющей компанией прорабатывать. Один из немало важных вопросов, и мы жителям советуем, с управляющей компанией часто говорим, план работ составлять. И законодательство наше говорит об этом. План работ необходимо составлять на будущий год, согласуя с советом дома, либо с самими жителями на общем собрании, и идти по этому плану. В соответствии с этим планом и текущее содержание выставлять. Также второй вопрос, это, наверное, капитальный ремонт домов. Необходимо его делать. Есть краевая программа капитальный ремонт. Все многоквартирные дома, которые не признаны аварийными, включены в эту программу. Но они включены в определенные периоды. Можно актуализировать эту программу на более ранний период. Видят жители, что крыша бежит. А ремонт крыши поставлен на 29-31 года. Можно актуализировать. Это также экспертизу заказывают. Экспертиза говорит, да, крыша в плохом состоянии. Просчитывают тариф, который необходим на капитальный ремонт. И заявляется в администрацию города на комиссию об актуализации программы с повышением тарифа, с экспертизой. И передвигается, допустим, с 31-го года на 27-й год. Тем самым сохраняет и свое имущество, их не топит постоянно, но и крышу отремонтирует. И процент износа меняется сразу же. Надо любить свой дом. Скажите, пожалуйста, сколько земли освободилось в Барнауле после сноса аварийных домов? И как эта земля уже используется или будет использоваться? Именно в гектарах я вам или в квадратных метрах, к сожалению, не смогу ответить на этот вопрос. Но как используется земля? Вот те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, и с использованием средств фонда на содействие в реформировании ЖКХ, может быть использована для обустройства скверов, площадок всевозможных, для здравоохранения, образования, просвещения, парки, скамейки и так дальше. А в случае расселения домов и признания таких домов аварийными и сноса после 1 января 2017 года, то все перечислены выше то, что я сказал. Можно еще многоквартирные дома здесь строить, на этих землях. Очень интересно. Спасибо большое за беседу. А мы говорили о расселении аварийных домов и о том, почему важно вовремя покинуть небезопасное здание. Увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok